Всем приветики, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на своем канале. Всех женщин, всех девушек, всех дам хочу от всего сердца поздравить с 8 марта. Пожелать вам крепкого здоровья, огромного счастья, любви. Любите и будьте любимы! Сегодня я хочу сделать два макияжа и два макияжа для зеленых глаз. Также сравнить две косметики. Это косметику Эйвен и белорусскую косметику. Сделать максимально похожие макияжи и посмотрим, какая косметика все-таки будет лучше. Ну что, начинаем. Первый макияж будем делать с использованием косметики Эйвен. Ну что, начнем наш макияж. Я уже умыла лицо вот таким вот средством Эйвен. Это гель для умывания лица, для сужения пор. Мне, вы знаете, он понравился, но он очень сильный. Он вот такой вот прозрачно-зеленого цвета, но он очень-очень стягивает кожу. Поэтому сейчас после умывания будем увлажнять кожу под глазами. Буду использовать вот такой вот Эйвен Планета СПА с экстрактом оливы. Это идет маска-гель вокруг кожи глаз. Далее лицо буду увлажнять вот таким вот серумом от Эйвен для лица. Из тональных основ у меня есть вот такой вот тональник Эйвен, вот такой вот люкс, затем биби-крем. Очень мне еще нравится вот такой вот тональный крем. Он идет увлажняющий крем с эффектом тонального крема, с такими микро-микро частичками. У меня был момент, мама только им постоянно и пользовалась. Но мне больше всех из них нравится вот такой вот Эйвен Ультрамат. Здесь он идет в оттенке натуральный беж. Так, нанесла тональный крем. Конечно, этот крем тяжело его наносить на кожу. Он очень как-то плоховато растушевывается. Далее глаза. Хочу сделать глаза вот таким вот карандашом. Этот карандаш Эйвен Диаманс. Он такой синий с блесточками. Хочу попробовать им накрасить. Так, короче, не понравился мне этот карандаш. Я его все стираю. Беру вот такую вот мицеллярную воду Эйвен. Она идет с экстрактом мыльного дерева. Я этот карандаш весь стираю. Но мицеллярная вода мне нравится. Очень хорошая. Аккуратно и быстро все стирает, не размазывает. Буду использовать вот такие темные Эйвен. Они идут в оттенки вот такие вот Satin Deluxe. Здесь как раз вот такие вот зеленоватые тона есть. Как раз по цвету моих глаз. Так, набираем светленькие. И на уголок глаза светленькие. И кончик глаза сделаем такого темного цвета. Темно-зеленого. Так, и далее тушь. Тушь буду использовать вот такую Эйвен Люкс. Она коричневая. Такая красивая. Вот такая щёточка. Так, тушью я накрасилась. Тушь очень классная. Мне понравилась. Эйвен Люкс Волиум Экстраваганс Маскара. Вот очень классная. Мне она понравилась. Легко, быстро, хорошо наносится. Наносятся и без комочков. Так, далее румяна. Румяна буду вот такие использовать Эйвен. Они в шариках. Помаду буду использовать вот такую. Эйвен Люкс. Оттенок вот такой. Вот Лисенин Нюд. Такое. С микро-микро блёсточками такими. Так, завершаем наш образ. Так. Для лёгкого расчёсывания волос. У меня есть очень классная сыворотка Эйвен. Вот такая вот. Она идёт для сухих, текущихся кончиков волос. Сила и блеск. Сияние день за днём. С технологией Мультишайн. Очень мне эта сыворотка нравится. Хорошо запаивает текущиеся кончики. Оно такое, вы знаете, масло лёгкое. И волосы не жирнятся. То есть, если даже большое количество нанести. Супер вообще эффект. Моментально заметим. Вот такой получился макияж. Макияж с использованием косметики Эйвен. Как вам, дорогие друзья? Напишите, пожалуйста. Сейчас иду стирать весь макияж. И буду наносить макияж с использованием белорусской косметики. Так, я уже умыла лицо. Использовала для умывания нашу белорусскую Белитовитекс. Вот такую пасту пилинг для лица. Она идёт с зелёным кактусом и зелёным чаем. Мне она настолько нравилась, что я её разрезала. Прям вот эти остатки намазала на лицо. Ну, классный пилинг. Очень хорошо очищает. Также я для увлажнения нанесла патчи. Это наша новиночка белорусской косметики. Вот такие вот премиум патчи. Я уже про них рассказывала. Они идут с гиалуроновой кислотой. Я взяла голубые. И экстрактом водоросли. Эти патчи можно наносить не только под глаза, но также на лоб, на носогубные вот эти вот складочки. Я наношу под глаза и на лоб. Буду увлажнять лицо вот таким вот кремом. Мобилитовитекс с гиалуроновой кислотой и имбирём. Вот этот крем очень жирненький. Вот, кстати, он вообще идёт омолаживающий. Вот кто любит такие, знаете, густые, жирные крема, вот он само тот. Буду использовать вот такую вот серию с кашемиром. Она идёт 45+. Но мне нравится, как она ложится на кожу. Вот такую основу праймер под макияж. С эффектом сияния. И этой же серии BB крем. Эффект второй кожи. Посмотрите, какая красота. Я просто в восторге от вот этих двух продуктов. И рекомендую их. Если будете приобретать, то приобретайте именно вдвоём. Основу праймер под макияж и BB крем. Они очень дополняют друг друга. И правда, что эффект второй кожи. Так, брови. Брови мы будем оформлять коричневым цветом. У меня вот такой есть фломастер для бровей. Бровь перманент маркер. В оттенке 02. У меня вот такой вот есть карандаш. Фирмы Reluie. Он зелёного цвета. 0,5 оливковый. Он вот такой вот выкручивающийся карандаш. Так, я нанесла этот карандаш оливковый. И вы знаете, я взяла щёточку для теней. И немножко его вот так растушевала по веку. Что-то мне вот захотелось почему-то его растушевать. Так, далее коричневую тушь. Коричневую тушь будем использовать. Вот такую Reluie. Маскара. Оттенок у нас коричневый. Вот такая вот чёточка объёмная. Буду использовать вот такую вот палетку. Палетка Belor Design. Трио. Тон 01. Сразу нанесу контуринг. Также нанесу немножко румян из этой же палетки. Немножко хайлайтера. Вот здесь вот этот хайлайтер. Кстати, мне тоже нравится. Он такой светленький. Хороший. Буду использовать, кстати, кисточку Luxe Visage для нанесения хайлайтера. Это кисть номер 10, веерная. Вот такая вот кисточка. Очень удобно наносить. И губы буду красить вот таким вот матовым блеском Luxe Visage Punaat в оттенке 09. И сверху совсем чуть-чуть можно вот такой вот прозрачный блеск. Это блеск фирмы Belita Vitex для создания красивой полноты губ. Он прозрачный и очень-очень щепет. Просто вот моментально, когда наносишь, сразу чувствуешь эффект. Пахнет, кстати, кокосиком. Так. И для завершения образа распускаем волосы. Так. Будем использовать для легкого расчесывания вот такой вот, мне нравится, спрей с репейником. Ох, какой аромат! Просто вот на корни волос и по всей длине для легкого расчесывания. Расческа, кстати, тоже наша белорусская. Так. Ну что, дорогие друзья, вот такой у меня получился макияж для зеленых глаз. Как вам? Напишите, пожалуйста, в комментариях, как вам такой макияж. Макияж. Мне понравился, честно скажу, мне понравился больше второй вариант. Все-таки наша белорусская косметика мне больше понравилась, чем Эйвен. Даже в нанесении и вообще, я не знаю, может моя кожа уже настолько привыкла к нашей белорусской косметике, но мне больше она понравилась. Напишите, пожалуйста, в комментариях, дорогие друзья, как вам макияж, понравился или нет. Пробовали ли вы косметику Эйвен, как она вам или больше наша белорусская косметика нравится. Мне, конечно, больше нравится белорусская косметика. Есть, да, хорошие товары из Эйвена, но все-таки предпочтение отдаю нашей белорусской косметике. Не забывайте подписываться на мой канал, ставить колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Так что увидимся уже с вами завтра. Всем пока-пока!